Привет, с вами снова Владимир. Продолжаем эпопею про подвал с ФБСами и с монолитным перекрытием. На данный момент подвал мы закончили, сегодня будем сдавать заказчику. Сейчас покажем, как он выглядит после снятия опалубки. Доблестные каменюшники уже лепят горбатого в стене, видите? Хорошие каменчики, мне нравится эта бригада, скромная, не хочет ни контакты, видео размещать, ну может еще подумает, одумается. Ну, ребята работают аккуратно, даже лицевая кладка как бы черновая, у них чистенькая и хорошая. А сейчас залезем и посмотрим, что мы там налепили. А то, может, нам тоже стыдно людям показать. Давай мне слазь. Ну и так, мы сняли опалубку. Покажи потолок не спеша, не дергаясь. То есть, нигде ничего не провисло, нигде ничего не протекло. Плоскость идеальная. Снимали долго опалубку, потому что здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять труб. То есть, обычно мы как делаем? Убираем стойки, обрушиваем перекрытие деревянное вниз и разбираем уже на полу. Здесь так делать не получилось, потому что здесь, в данном месте, мы не могли повредить и коммуникации, входящие в дом и все. Ну вот, полностью мы закончили этот подвал. Вы же помните, что у него монолитный участок, два ряда ФБСов, опять монолитный участок и все углы пилоны отверху до перекрытия, который снимает нагрузку с некачественного ФБСа и разгружает перекрытие подвала на основание. Не знаю, что тут еще говорить, я в общей работе доволен. Стены получились, конечно, на три с минусом, но так как они под штукатурку, под отделку, достаточно хорошо. Все.